Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Меня завалили почему-то вопросом, как создать портфолио, что там должно быть. И сейчас, к великому моему сожалению, мне было бы намного проще, нету такого единого стандарта, что посмотри, там ГОСТ или ОСТ, и там вот портфолио, как должно быть оно оформлено. Такого нет. Я спрашивала своих знакомых, кто занимается дизайном, как они что оформляют. Я спросила людей, которые работают в компаниях, на какое портфолио они смотрят и что делать. Вот как бы суммарно выдаю. Это мое мнение. Естественно, на каждое портфолио могут быть свои плюсы и минусы, но такая вот суммарная вещь. Я думаю, что вы не сильно прогадаете, если сделаете, как мы с вами разбираем. Портфолио делится на два типа. Это нужно понимать. Портфолио для учебы и портфолио для работы. Для учебы, если вам оно нужно, я вот как раз London College of Fashion в наших вузах не нашла четко, какое нужно портфолио. Там смотрела и британку, и косыгу. Там они говорят, что работы желательно в натуральную величину, один или а-ноль, еще какие-то скетчбуки, показательный стиль, чем занимается человек. Но какие-то такие размытые формулировки четко непонятно. А вот здесь вот у них нашла четкое требование. Сборник работ, который отражает умение науки студента. Интерес, исследование, поиск, развитие, процесс создания проекта. То есть это вот портфолио, которое при поступлении. Вопрос, чему они дальше учили будут. Конструирование информации. Как правило, это как вы собираете источники, что вы из них можете сделать, как вы можете это отрисовать. Вот так это все выглядит. От вуза к вузу надо смотреть. От колледжа, куда вы поступаете. И желательно прицельно смотреть, что они хотят увидеть. У меня есть студенты, которые готовятся к поступлению. Как раз пришли отрисовывать технические эскизы и так далее. Учиться этому и заполнять это в портфолио. Смотрите, что то учебное заведение, куда вы собираетесь идти, от вас просит. Это будет самый правильный ответ на вопрос, что должно содержать учебное портфолио. Нужно готовить его под свой вуз. Потому что у каждого вуза будет что-то свое. И нужно понимать, что они хотят от вас увидеть. Для работы. Вот тут уже можно сделать какие-то более общие выводы. Тоже принцип остается. Можно подстроить потребование работодателя. Что я имею в виду? Если работодатель делает акцент, что ему нужен человек, который рисует от руки, желательно, чтобы в вашем портфолио было побольше рисунка от руки. Если работодатель ищет человека, который занимается мужской модой, вам нужно показать, что вы занимались именно мужским костюмом. Если работодатель ищет кого-то, кто будет заниматься нижним женским бельем, то и в вашем, соответственно, портфолио желательно, чтобы было это нижнее женское белье. Стараться включать максимально удачные работы И в... То есть это будет как такой каталог Которым вы сами себя презентуете Ну в чем-то может быть даже презентация Да, как общий стиль Должен быть И можно еще добавить В каких стилях вы работаете То есть я могу так, так, вот мое основное направление А еще могу вот так, вот так и вот так Дополнительные работы Я еще могу и живопись сделать, я могу и там На скрипке поиграть, но это не совсем имеет Значение, если у вас вообще нету опыта И вот ну нету работ То надо сесть, их сделать Для того, чтобы показать их работодателю Потратить неделю, потратить две Я когда общалась, мне говорят, ну вот слушай, вот как я буду брать Этого человека, когда я прошу его портфель Вот у меня нету, то есть ему лениво Даже сесть и одну-две недели Потратить на то, чтобы создать Перечень работ, которые будут Дотворять работодателя Он хочет ко мне на работу, зачем мне этот человек То есть вот такие отзывы я тоже Слышала, поэтому хорошо об этом подумать Если у вас нету профессионального портфолио Сядьте и создайте его, вот с нуля Конечно, тяжело создать, например, фотографии Ваших работ, которые хорошо продавались Но если их нету, сделайте хотя бы эскизы Хотя бы схемы Что человек будет оценивать При взгляде на ваше портфолио Вот первый раз он на него смотрит Во-первых, стиль, в котором вы работаете Будет сразу читаться Агрессивный, мягкий Конечно, есть определенные, ну, общие требования Но все равно человек читается Иногда ищут какую-то определенную стилистику Нужен более романтический человек Чтобы создавать, может быть, что-то женственное Иногда более брутальный Для того, чтобы создавать спортивную Какую-то агрессивную одежду Вот это тоже имеет значение Поэтому это не хорошо и не плохо Но нужно все-таки адаптироваться Под то направление, куда вы хотите идти работать То есть, если вы всю жизнь мечтали работать с нижним бельем Женским, с кружевами, с корсетами А при этом подаете, ну, работу В свое резюме на вакансию Там, мужская мода Ну, как бы немножко будет расхождение Это тоже надо учитывать Посмотреть Интересно работать, какие проекты вы уже осуществляли С чем вы уже работали Ну, там, вот у меня, например, будет в портфолио И мужская мода, и нижнее женское белье И трикотажные чулочно-носочные изделия И, соответственно, женский офисный стиль И женский casual Вот у меня есть эти проекты Они могут быть там вставлены Притом там эскиз И как это реализовано По-разному Надо смотреть, что у вас есть Ну, может быть, еще не быть проектов Показать только навыки, которые у вас есть А вас будут Вот то, что я говорю, сравнивать Что вы умеете И насколько это хорошо подходит к тому, что нужно в данный момент работодателю Нужно ли вас будет переучивать, доучивать И что-то объяснять Насколько это сложно и требуется Немножко по-другому относится к дизайнерам-принтистам Как правило, принтисты берут уже на какую-то стилистику То есть вот попадаете вы в эту стилистику или нет И вот у принтистов хорошо, когда читается, в каком стиле вы работаете Вы можете работать в разных стилях Но, например, иногда берут больше акварелистов Или кто-то в аниме работает Или нужна какая-то техно И вот это вот как художник уже у него стилистика Будут к нему стремиться Хотя есть универсальные принтисты, которые будут работать в компании Будут делать те принты, которые у них попросят Такие тоже есть Но все равно какой-то внутренний стиль у дизайнера, как правило, есть Что мы будем включать в портфолио? Мутборды, цветовые карты, подборки материалов, наброски от руки Не всегда, но иногда неплохо их показать Технические эскизы, создание капсулы, компоновка, технологическое описание, схемы и так далее Давайте расскажу, покажу подробно про каждый пункт Еще раз говорю, это не аксиома Это то, что по моему опыту, по опыту моих коллег Нигде это жестко не закреплено Вы можете принести такое портфолио репутателем Скажут, что это такое Ну, все мы разные И здесь очень большое количество человеческого фактора Поэтому кому-то это понравится, кому-то это не понравится Но это как бы вот так, как есть Мутборды Это настроенческие борды, которые показывают то движение В котором вы будете двигаться и собирать данную коллекцию Иногда их просят собирать с цветом Иногда с материалами Ну вот, например, смотрите Здесь как бы очень хорошо читается Черно-белая гамма с серым вкраплением Сразу идолы Вот Марлен Дитрих Сразу понятно, какие там твидовые ткани Что-то в клетку Более мужской стиль Вот оно сразу читается То есть, глядя на ваш мутборд Это должно читаться Иногда просят составить мутборды С похожими моделями С подиумов и так далее Но мутборда есть определенные технические задачи Но какие-то общие цельные картинки Как вы их можете собирать Как вы их можете компоновать Насколько вы можете картинками передать Что вы хотите сказать Тоже имеет значение Цветовые карты Цветовые карты могут включаться в мутборды То, что вот здесь серая гамма Здесь более приглушенная пастельная гамма Может просто формироваться на основе какой-то картинки Могут формироваться при помощи понтонов Цветовыми соотношениями Вот очень часто В тех, кто предсказывает тренды В трендовых агентствах У них вот есть эти цветовые палитры С понтонами С пропорциональным соотношением цветов На будущий сезон То есть это тоже составлять Понимать Очень важно понимать актуальность Этой цветовой карты Потому что иногда мы составляем Ну вот черного мы хотим чуть-чуть А по факту там низов черных Вот столько получается И потом как бы непонятно Материалы Материалы тоже подбираются по-разному Ну это вот пример подбора материалов Уже на эскизы Могут подбираться просто какие-то кусочки Где это могут быть уже поставщики С отобранными материалами Из которых нужно сформировать Либо есть какие-то пожелания того Что там будет включено Могут быть сформированы борты С пожеланием материалов Вот как черно-белым Там было для костюмов и так далее То есть это все тоже включить в портфолио Ну конечно вот в таком формате Оно не очень красиво Но привело для наглядности Фэшн эскизы самого разного формата От фэшн иллюстрации Какой-то плакатной До более конкретной, четкой Вот когда уже прям понятно Вот так это будет смотреться на человеке Вот мы начинаем технические эскизы выводить Вот так это будет смотреться Здесь туда-сюда Могут рисоваться от руки Могут рисоваться на компьютере От требований всегда это зависит И формат будет зависеть от того Для чего, как и какие условия Но показать ваш диапазон От каких-то там графики До более четкой Можно там от руки показать Это сюда неплохо вставить Я здесь собрала немножко разностейные эскизы Чтобы показать вариативность Оно у меня здесь не совсем складывается В единую историю Потому что я постаралась Показать максимально разные варианты Чтобы вы их увидели Поэтому не обращайте на это внимания То есть моя задача была показать Объем того, как это может быть А ваша задача уже потом под себя Свою стиль в это Подновать Технические эскизы Везде требуются Вот идете на дизайнера В крупную компанию Технические эскизы Пожалуйста, в векторе выдать Корл-дро, адоп-иллюстратор Вот прям must-have Поэтому вот этим будете заниматься 100% Могут быть черно-белые Могут быть в цвете Создание капсулы с технических эскизов Создание развесок Просмотр, как это будет смотреться И так далее Очень это делать выгодно В плане производства Объединение тканей Объединение Увеличение комплектности А, соответственно, растет средний чек То есть с этим работают часто и много Иногда печатают и собирают на досках Иногда собирают в электронном виде Но показать, что вы знаете Понимаете, что такое капсулы Например, вот смотрите Здесь пиджак Жакет, да? И из него же сделана жилетка Соответственно, это уже единение конструкций И, соответственно, это будет меньше По разработке Конструктору будет проще переработать Жакет в жилет И вот смотрите Здесь одна капсула А здесь эта же модель пошла сюда Соответственно, опять конструкторская работа сокращается То есть вы их внедряете Показать, что вы это умеете Можете собирать вот эти вот луки Это тоже очень полезно Могут быть более широкие луки По цветовыми капсулами формироваться Всегда это все от задач Но показать вот эту возможность Это очень полезно Показать, что вы умеете делать дизайн-описание Делать дизайн-серч Ну, соответственно, поиск каких-то элементов Показывать, как бы вы хотели, чтобы это выглядело То есть вот мне бы хотелось, чтобы вот так вот выглядел кармашек Вот так он оформлялся Вот, пожалуйста, это сделайте Где что, где как бы я хотела, чтобы это смотрелось Схемы Показать, что вы их умеете рисовать Не всегда это рисует дизайнер Как правило, этим занимается технолог Ну, иногда это на конструктор складывают Поэтому все равно показать, что вы это умеете Знаете, понимаете Хотя бы пару схемок Показать, что да, могу Принты Как я говорила, у меня здесь разностильные Чтобы вам показать разнообразие Соответственно, а что вы умеете В каких стилях вы работаете А я могу бесшовные принты создавать Да, а я могу вот там примитивы создавать А у меня вот еще вот такая стилистика есть Вот показать то, в чем вы работаете Как вы это умеете Ну, даже если это прям напрямую не попадает В задачи до этой вакансии Ну, просто показать, что вы этим владеете То есть вам дайте задание Вы по нему подровняетесь Предыдущие проекты Обычно я оформляю, да, вот, ну, эскиз, воплощение Эскиз, воплощение, как это смотрится Как это куда Там вот работа с носками Как я делаю там дизайн Документацию спортивную И такая рекомендация Очень плохого качества На картинке Но я ее вытаскивала просто из Пинтереста Посмотрите, как оформляют трендбуки Вот я их выписала Промастиль Нелли Роди WGSN Карлин И другие Вот у них очень классно показано Все, что нужно уметь Фэшн-дизайнеру в разных стилях Картинки в плохом качестве Потому что я их брала из Пинтереста, из открытого источника Вот это трендбуки старых годов Вот тех, кого я перечислила Как работают Вот смотрите Поиск, настроение, цвета Вот они цветовые гаммы Как это можно оформить, да, как журнал Вот если вы такого плана принесете, соответственно, свое портфолио Это будет очень красиво Сразу вот луки, на которые вы опираетесь, как это смотрится Художественный эскиз, технический эскиз Подборка материалов, цвета Вот можно и так скомпоновать Я поэтому говорю Посмотрите, как оформляют Посмотрите, как делают другие Это тоже очень важно Где-то больше склонность, как будто бы это рисунок от руки Где-то более графично Где-то более вот такое оляпистое Нужно найти себя Нужно это соединить Пропустить через тебя Соединить и показать свои профессиональные навыки Но все равно вы должны это уметь Здесь вот работа в программах четко читается Да, есть какая-то стилистика Поэтому вот в зависимости от того, что вам ближе Поищите, посмотрите Вот они здесь и фотографии, художественный эскиз, материал Все они объединяют Таким же образом можно оформить и портфолио Что должно быть, мы с вами разобрали Что туда нужно включить, что показать Как представлять портфолио? Вот вы его собрали Ну, печатать сейчас, мне кажется, не очень актуально Раньше иногда смотрели в печатном виде Сейчас в основном это все в онлайн формате PDF Самый простой Вы списались, вам рекрутер пишет Вы ему PDF-чеку отправляете Он ее переправляет, эту PDF-ку усмотрит Можно фото на сайте На HeadHunter можно Ну, на который я смотрела HeadHunter, там можете подгрузить фотографии То есть вот тот же PDF-файл по страничкам разбили Туда прогрузили Вот на вас могут посмотреть Вот оно, ваше портфолио Не грузите непонятно что Вот я хочу, чтобы все увидели Ну, загрузите вы вот так вот истории Что вы это можете Можете там отдельно по эскизам Отдельно там по принтам Ну, зависит от того, на какую вакансию вы претендуете Behance Достаточно популярный сайт Сейчас многие им пользуются И зарубежные Очень популярно Как бы это за рубежом В России не всегда это удобно В России вот PDF-ку любят Ну, что попросят Можете сделать то и то Можно просто PDF ограничиться Можно ограничиться портфолио На том сайте, где вы ищете работу Будь то работа по найму или фриланс Там это все оформить Ну, как вам удобнее будет Можно свой сайт создать Сейчас многие создают на тильде Прямо оформляют страничку Вот сайт дизайнера Там все это лежит Можно в социальной сети Например, в Instagram Выкладывать свои работы Это будет работать как ваше портфолио Но это не всегда подходит для крупных компаний Они все-таки просят Ну, оформленное портфолио А здесь вот для фриланса Для поиска заказов Это будет, конечно, ваши визитные карточки На вас будут смотреть И это все будет Я надеюсь, что я ответила на основные вопросы Что портфолио, как портфолио, куда его и где Если у вас остались вопросы Пожалуйста, напишите мне Мы их с вами обсудим Мы, возможно, сделаем дополнительные видео Какие у вас есть проблемы с портфолио С чем вы сталкиваетесь Пишите Будем все обсуждать Я надеюсь быть вам полезной И делиться теми знаниями и науками Которыми обладаю На этом все С вами была Чайковская Екатерина До скорых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok